Всем привет, с вами Лаградком, где сегодня мы продолжим играть в игрушечку под названием Пайн. Соответственно, наливаем чай, усаживаемся поудобнее, и сегодня у нас будет фантазийный и атмосферный контент. Собственно, в прошлой серии мы оставились на том, что мы пришли к оленям, ну, как бы, стали им безразличными, а вообще, на самом деле, чё я вам тут рассказываю? Как обычно, переходим по аннотациям, у нас справа в верхнем углу сейчас появляется аннотация. Переходим по ней и смотрим прошлую серию, если вы её не смотрели до этого. А так вы и без меня знаете, чё было у меня в прошлой серии, да? В общем, я так и не нашёл, как делать вот это вот дебильное, блин, зелье силы. У меня, видите, по квесту тут первое убежище, самое нижнее которое. Попробуйте принести зелье силы вождью деревни, рядом с которым находится убежище. Ну, это понятное дело, но, блин, не туда нажал опять в очередной раз, сволочь-то, а? Короче, смотри, вот оно, зелье силы. Но это и сын сыр гача. Кто такой рогач и где его найти? Я ни хухри ни мухри. Ну, и есть ещё, как бы, стекло, это песчаника и сухая глина. В общем-то, это можно, конечно, где-то тут что-то пофармить и попытаться найти его. А можно найти в энциклопедии рогача этого. Как вариант. Тут есть зелье силы? Тут по алфавиту идёт или как? А, понятно, непонятно. Так, а где сель... это зелье силы? Ой, ой, господи. Где зелье силы? Сволочи, выбрать всё. Зелье силы. Найдите мне её. Так, вы издеваетесь надо мной или как? Может, тут будет, кстати, реально написано? Я тебе сейчас дам. Ну, тут нету зелье силы. Если это по алфавиту, то, как бы... Ну, это не по алфавиту, в любом случае. А может, по алфавиту. Но это не по алфавиту, в любом случае. Блин, а где зелье силы? Тут есть поисковик или ещё какая-нибудь херня? Чтоб не найти зелье силы... Так, понимаю. Ну, тут две буквы З, так что, думаю, я не мог это пропустить. Ну, блин, короче, это не смешно сейчас. В общем, ну вот, смотри. Первое биржище. Попробовать принести зелье силы. Окей. Не, ну, я и так всё понимаю. Ну, а где мне, допустим, найти вот эти вот ресурсы? Допустим, ладно. Бедро вот где-то, я помню. Просто нужно валить этих уродов плеющихся. У меня вроде как оно есть, но почему-то не перешит, что его нету. А, я его съел просто. Короче, неважно. Дальше мне нужна эссенция рогача. Где я найду эссенцию рогача? Стекло-то окей. Я его, может быть, где-нибудь найду. Но, как минимум, песчаник и сухую глину я найду, где искать. Но, где искать эссенцию рогача? Это вообще мне беспонятная вещь. Потому что, ну, смотри, у меня есть эссенция костолома. Слушай, подожди, мы... А у нас разве такая херня была в инвентаре? А точно ли у нас всё сохранилось? Ну-ка, подожди. Ну-ка, на-ка. Первое убежище. Так, это автосохранение. Это какая-то дорога. Ра-ра-ра. Подожди. Ну-ка, давайте попробуем всё это перезаписать. Я что-то... У меня, по-моему, ещё была какая-то эссенция. Возможно, конечно, я отдавал им. Но я что-то как-то не помню. На всякий случай, сейчас всё проверим. В общем-то, у меня была другая идея. Идея мне... Вообще пойти на другие какие-то задания. Может, нам будет полегче. Да, это далеко, но а чё бы нет? Попотешать своим, так сказать. Так, подожди. Во-первых, знаете что? А, ну да, я безразличен к ним. Ну, это точно то сохранение. Ну, видимо... Короче... Да, отменись-то, ё-моё. Короче, идём тогда на следующую херню. Эссенцию мы не найдём. Хотя, возможно, они мне говорят, мол, смотри. Возможно, они мне говорят, где-то тут что-то найти. В этой округе. Я смогу найти изделие силы. Но давайте это потом всё сделаем. В общем, не повезло мне с ними. Давайте их нахер, короче, отошлём. Тех этих пацанов. В принципе, можно тут, конечно, побегать. Это весело всё. Используйся. Кстати, давайте или не давайте. Или давайте бездавайте. Так, ну, слой, эта шкура мне нужна. Бечёвка мне тоже нужна. С это мясо тоже. Да мне всё так-то надо. Кстати, дружба до сих пор идёт. Почему-то в этой игре предусмотрено, что если я вот, допустим, отдаю вот эти вещи. Кстати, странная херня. Когда я им отдаю вот этот вот эслюпфира, то дружба у этих не падает. А, возможно, то, что им не нравится, они... А то, что им нравится, наоборот, отнимает. Подожди, ну-ка, дай... Мы с чем можем это проверить? С древесиной. Прикинь, им нравится древесина. Но 10 штук древесины, у них это практически ничего вообще не значит. Я не понимаю, как это устроено, но ладно. В общем, не будем их прокачивать. Они всё равно козлы. Вот это 100% козлы. Я хотел им дать зелье силы, но что-то ничего в итоге не вышло. Будем собирать древесину. Только не... А, я только хотел уже поплакаться, что у меня получилось вместе. Не люблю я это в фэнтези-играх. Ну, когда у тебя место кончается. Не очень прикольная вещь. Также нам надо... Кстати, где эскейпик? Также нам надо прокачать вот эту вот всю херню. Точнее сделать. Нам нужен мох и шишки. А, подожди. Нам только шишки нужно найти. Блин, а шишки я продавал. Шишки я отдавал этим козлам, блин. Ну, не козлам, а оленям. Ладно, я думаю, найдём где-нибудь шишки. Кстати, надо понизить чувствительность. А то вам, наверное, там вообще всё очень плохо. Так, давайте тогда собирать ещё попутно вот эту всю херню. Дружить со всеми мы, как я понял, в этой игре не сможем. Поэтому придётся на безразличие всех хапать. К сожалению. Хотя дружба это очень весёлая вещь, потому что... Можем мне что-то покупать, что-то продавать и так далее. Короче, весёлая тема, надо бы это... Докачать кого-нибудь... А, ну у меня уже есть докачанная дружба. Вот эти вот лисички. Скалистые берега. Открыт новый район. Вот и замечательно. Новая превьюшка нас ждёт. А может и нет. Не знаю. Если найдём каких-то других пацанов, то будет и превьюшка. В принципе, я могу сделать, кстати, превьюшки вот из... Вот этой всей херни, которую мы тут видим. Но... Чё-то мне кажется, что это будет не очень. А может и очень, не знаю. Так, насколько мне далеко надо уходить? Блин, мне прям нужно конкретно направо идти. Печаленько. О, кстати. А музыка начинает снова орать. Это сволочь. Ну, я думаю, вы меня нормально слышите. Пару разиков так. Нам нужны шишки, в любом случае. Подожди. Я ещё не забыл про свою главную задачу. Так, подожди. Ещё нам надо... Где снаряжение? Нам надо вот эту вот херню надеть. Я тебе говорю, надо вот эту херню надеть и выстрелить. Даже так? Это что, вот сюда перейти? А если я вот так вот сделаю? Чё, угорайте, что ли? Так. На твор выносливости. Понятно. Да блин, кто тут не на эскип тоже мает? Эй, ремесло. Свекла, пухлевик и стекло. Где эсенсор, ага, чё найти? Сволоча. Зачем они это придумали-то? Я и так могу туда допрыгнуть. Странная вещь, естественно. Ну, короче, ладно. Надо спуститься отсюда как-нибудь. Это ещё мы, блин, там на всяких скалах жили. Оказывается, эти рогачи вообще мудрились на какой-то иверица идти. А, кстати, в прошлой серии мы его покоряли, если что. Ну и опять же, есть повод посмотреть её. Так, ладно. Блин, да на самом деле, фэнтези... Фэнтези-игры это прикольная тема. Просто так бегаешь с северной платой. Опа, рогачи бегают. Ну, у нас безразличные отношения. Можно, в принципе, проследить за этой тварью. Ну, как тварью. Рогатой тварью. И найти шишки. Ну и стырить у него прям перед носом. Они прям спамятятся, кстати, на это. Так же и перед носом у меня. Так, чё это такое? Могилка, что ли? Не понял. Так, ну опять же, дровесина, которая мне не нужна, по сути. Мы можем, конечно, сделать стрелы, но... А на кой она нам? В общем, не важно. К сожалению, к сожалению, тут ничего не указывается. Я хочу посмотреть, что, куда я сейчас иду, но не могу. Видите, я навожусь и ничего не указывается. Хотя, вот, те места, которые я исследовал, они показываются. И, допустим... Так, а где это? Ну и, допустим, вид рогач. Я как понял, мне нужно рогачей убивать, да? Ну, а где я найду ещё эссенцию? Эссенция-то, как я понял, если я их валю. Эээ, также мне попутно... О, можно рогачу помочь. А, либо подождать, когда его завалят. Кстати, одно из двух. Рогач, тебе это, помогать или как? Ну, тут-то дуванчики какие-то. Нет, дуванчики, конечно. Не помогай ему! Да не надо! На пару разиков. Да пусть его завалят. Мари, он тоже, короче, ждёт, когда этот... Его завалят, чтобы... Тю-тю-тю-тю-тю! Ой, даже не смотри на меня. Кстати, вот ещё раз рогачи попались тут. Странно прикольно, ну ладно. О, они прям вот эту пшеницу любят. Хотя, смотри, они не любят эту пшеницу, она больше даёт, чем древесина, блин. Ладно, давайте отдадим. Кстати, игра ставится на паузу, вот, наверное. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Здравствуйте, это я, это да, это я. Эссенция рогача, подожди. Это рогач? Серьёзно? Да, блин, эскеп, я говорю. Эссенция рогача, ну-ка, на-ка, подожди. Где эссенция сила? Стекло. Вот, блин. Я только сейчас ухожу хер знает куда. Пацаны, мне нужно стекло. Вот прям срочненько, не могу, как мне нужно стекло. У кого я могу его взять? Так, ладно, планы меняются. Народ, меняются планы. Неожиданно быстро и так вот приятно меняются планы. Окей, хорошо. Неожиданно мы решили, что нам это нахер не надо. Я говорю, нахер это не надо. И мы идём вот... А мы можем быстро перемещаться? Отправиться сюда, набор для перемещения. Да кого? Ну чего? Ну блин, то там, то сям, да это далеко. Короче, меняем нашу дислокацию. Идём к лисичкам. С лисичками мы дружим и понадеемся, что у них будет, получается, вот это стекло. И, возможно, стекло, конечно, где-то там в пещерах находится, а где-то ещё. Ну, не суть. Кстати, не так сильно у меня прям тратится выносливость, когда я бегаю. А ты какой поход кто идёт? А? Да давай, давай, идём, 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 стартуем. Давай быстрее, давай быстрее. Давай, давай, давай. Ту-ту-ту-ту. Смотри, как он идёт. Тихо, господи. Ты же не прямоходящий, а, лёг, стись. Ты не должен на двух ножках так бегать. У тебя лапки, ты чё? Ну, эти дураки, я чё, не понимаю то, что в эволюцию у них не второе усло пошло. А, понятно, тут можно зайти, кстати, к ним, я помню этот момент. Я, опача, а это что такое? А это мне надо. Это последняя сфера. Выполним сразу два квеста. Я же говорю, в следующей серии будет получше всё. Так, только как туда... Ну... Не суть. Да, подожди, подожди, подожди. Не урчи так. Да, не урчи, не урчи, всё в порядке, всё нормально. Так, хватит камера. Я всё, конечно, понимаю. Но подожди, мне интересно с рогачами всё сделать. То есть, короче, эти эссенции, они рандомно падают с каких-то монстров, да? Ну, мне в любом случае, в общем, туда надо. Так что... Не суть. Так что идём туда, куда нам надо. Туда. А, в далёкое путешествие. Будем попутно выполнять квесты. В принципе, я мог взять какого-нибудь ведьмака на прохождение. Либо ещё какую-нибудь другую фэнтезийную игрушку. Но, как вы знаете, я лаградка. И я поступаю максимально нелогично. Я выбираю только те игры, которые никто никогда в жизни не проходил. И никто никогда их не знает и не видел вообще. Логично, логично. Логиколаградка. Я, конечно, могу выбрать какую-нибудь там сверх-хайповую игрушечку и играть в неё. Но, не знаю. Душенька у меня... Душёнка или душенька, или ещё как-нибудь обозвать бы это прикольнее. Но меня к этому не лежит. Вот люблю вот такие вот игрушки. В них что-то есть. Ну, вот в этой игре, по крайней мере, точно. Как и обычно. Все те, кто пьют чаёк, либо же едят приятного аппетита и приятного чаепития. А мы тем временем входим в локацию... Густой лес. А, чё бы нет. Вот, только что придумал. Как от локации называется, сволочь? Клинолесья, вот. Ну, я был прав, в любом случае. Клинолесья, это с перевода густой лес. Так. Интересно, если я тут упаду в воду, со мной ничего не случится? Ну, вот прям так пару разиков. Ну, чем прикольнее игрушка выглядит. Мне это нравится, если честно. У меня реально есть своя такая атмосферка. Вообще, на самом деле, я реально похожа на зельну. Ну, уже какую серию я про зельну говорю? Хватит, Лаградка. Так, подожди. Попутно пока я тут сам развлекался. Так, подожди, мы же тут, по идее, можем зайти. Да-да-да-да-да, всё, вспомнил момент. Давайте пойдём по этому лесу. А, мы, кстати, ещё можем бегать. И тут шишки есть. А, замечательная история. Я тебе дам, блин, недостаточное место. Да, эскейп. Ох, надо запомнить эту тему. Так, ладно, давайте бросим этот предмет. Он нам нахер не нужен. Я говорю эскейп, это отмена. Эти сволочи. Так, ну шишки в лесу, это логично. Они тут... Я тебе дам, блин, эту карту. Ремесло. Так. Мох, бечёвка, большие шишки. У нас тут... Ну да, нормально. Кстати, мы ещё её не сделали. А, мы стекло хотели взять, точно. Давайте создадим. А, вот и замечательно. Снаряжение и... Надеть предмет. Эти какие мы теперь хорошие. Кстати, чё я постоянно... Ну ладно, хер с ним. Ну, не знаю, конечно. Но, я думаю, нормально. У меня, кстати, надеюсь... Блин, может я буду бить? Да ладно, пусть эти тут бегают пока. Кстати, на самом деле похоже на каких-то чуваков из ледникового периода. Тем временем. Вот эти вот, пацаны. Как ваше имя, бесьё? Как вызвать-то? Ну, вы, конечно, немножечко это... Тупенькие, я смотрю. Кстати, кстати, кстати. Я тебе дам эту карту. Зачем на карту нажимаем? Вопрос актуален. Так, графит для ключей. Ну, это побольше мне надо. Э, блин, я хотел открыть. Надо было тогда графит в прошлой серии искать. Ну, побольше, точнее, добывать. Правильно. А, рыбка меня поддерживает. Сволочь. Так. Ну, чё это такое? Наверное, ягоды какие-то. Так, а чё я до сих пор тут, блин, хожу? Я же бегать могу. Меня просто запугали в начале, получается, этой игры, что на каждое движение твоё у тебя падает выносливость. Ну, не совсем выносливость даже, а вот эта вот энергия. И нужно постоянно жарать. Я на секунду подумал, что это будет мне невыгодно, и поэтому вот так вот делал. Это я оправдываюсь, если чё. Здорово, лисички. Как ваше ничего? Ничего, привет никто не скажет. Знаете, я могу обидеться вообще на такую тему. Так. Ты чё, собака? Думаешь, лисице теперь всё можно тебе? Дай мне стекло. В смысле ты сам хочешь стекло? Ты дурак или где? Где я тебе найду стекло? Блин, да какие же они бесполезные. Да-да-да, привет, только ты так больше не делай. Ну ладно, нам всё равно сюда надо. Блин, теперь будем полтора часа искать стекло. Мы его, по-моему, продавали. Ну ладно. О, кстати, ещё одна херня. Я, как понял, они спавнятся. Так что, давайте ещё сферу возьмём. Теперь у нас их шесть. Это какие мамласы-то? Ну, кстати, ещё у него должны быть эти сферы. Странно то, что вот эти лисицы... Здорово, здорово, да-да-да. И тебе тоже привет. Да-да-да. Странно, что эти лисицы находятся тут. По идее, они очень мощные противники. Они даже мощнее оленей. Хотя олени почему-то у меня вторые. Так, это всё те же яйца. Где тот вход в эту пещеру? Я уже забыл. Опа-ча. А кто с кем там сражается? А, это чё такое? Э-э-э, тут я был уже. Хереть вам, пацаны, конечно, весёлые. Так, давайте просто посмотрим и поставим свои ставки. Кто же из них выиграет? Мне, на самом деле, и тот, и другой интересен. Блин, вот это чувак, который с ними плюётся. Это, конечно, веселье. Так, окей, они там пока... Я тебе дам эту карту, блин. Ой, чё, господи. Так, найдет предмет. Нужно потом просто топа победившего убить. И у нас просто будет замечательная история. Ну, кстати, они не могут прыгать. В итоге, самое сложное, это как и вот этот, который плюётся. Так, пацаны. У него, кстати, эссенса есть. Может, у кого-то из них будет этот... Какого вам стекло? Будет весело. Слушай, я смотрю, ты вообще не напрягаешься. Это просто стоит, блин, выслушивает всё это. Алё, сделай чё-нибудь. Давай керачивай, мне его будет легче потом загасить. Ты на меня будешь нападать? Будет нападать, сволочи. Ты чё, думаешь, один умеешь плеваться? Ну и пока. Так, а теперь весёлая тема нас ждёт. Так, это мух, это вся херня. Не, а мох, надо взять. Песчаник, древесина, бечёвка. Песчаный рис. Мешок переполнен. Эссенса рогача, это надо. Тут опять у нас переполнено. А так, а у тебя есть... Ух ты, субфир. Ну это не то. Тростник. И кость какая-то. Ну это всё... Кто? Да ты заколебёшь. Уйди отсюда. Ну, кстати, лук это самая веселая вещь в итоге в этой игре. Я не хотел стрелять, если честно. Так, ладно. Давайте тогда вот эту штуку съедим. Мешок переполнен. Ну, усики мне его не нужны. Не в какой-нибудь пропуск. Так. Эссенса рогача теперь у нас их две. Замечательно просто. Так, хорошо. С этими мы враждуем. Я уже понял, кто вот эти вот кристаллики. Это какие-то ящерицы непонятные. Валун. Давайте, знаете, что сделаем. Давайте возьмём... Выкинем какую-нибудь херню, которая нам вообще не нужна. Вот эту вот, допустим. Ну, она нам, конечно, нужна, но... Так, валун. Тут тоже валун. Это, по-моему, глина сейчас. Ремесло. Сделаем стрелы. В смысле? Нужно два валуна. Вы что, угораете, что ли? Так, это валун или глина? Я тебе дам эту карту. Да карту уйди нахер! Да уйди отсюда! Блин, какая же срань. Так, ладно. Но это нам не надо, если честно. Чё нам ещё не надо? Валун сюда тоже брать. Это точно глина? Сухая глина. Сухая глина нам нужна. В любом случае. Там валуны все разные. Ну, это понятно. Сюфир. Ра-ра-ра. Ну, не, ну, уйди отсюда нахер! Да уйди, ну, пару раз. Если ты собаку чё-нибудь из этого поднимешь, ты и забудешь вообще о том, что существовало в этом мире. Ну, понятно, его легко убить. Так, прочный материал из-за какого-то камня, понятно. А для чего мне там нужна была глина? А-а-а, печенек теперь нужен. Слушай, может, у тебя пару разиков? Ну, прям того. Ну, слушай, ты лёгкий достаточно. Ну, и замечательно, чё могу сказать. Противники тут не такие сложные. Я тебе кину валу! Я тебе кину камень! А ты чё не стреля... Только не говори то, что у тебя... Ой, господи. Ладно, придётся тебе херачить. Да нет, куда ты прыгаешь? Так, ну, с ним нужно по-другому воевать немного. Так, и сразу ешь, чувак. Ну, их легко убить. Хотя, смотри, у него очень много стамина. Точнее, даже не стамина. Я тебе дам. Не стамина у него много, а хп у него много. Эй, да-да-да, я тебя дам! Нихерит, ты меня ударил! Эй, блин, последним ударом задел. Так, всё, исчезается, нахер. Жетон торговца. Это там не надо. Шишки, кстати, прикольная тема. Так, а шишки нам ещё для чего-то нужны? Вот прям пару разиков. Ну, там, допустим... Ну, пока не нужны. Ну, окей, окей. Да, господи. Так, подожди. Тростник нам нужен для другого. Это у нас слоновья шкура. Зубной камень. Ну, зубной камень это что-то интересное. Давайте тогда возьмём. Чё уж. Я тебе дам эту карту, да ё! Да-да-да-да. Так, давайте тогда съедим эту херню, чтобы она у нас исчезла. Да-да-да, я молодец. Зубной камень. Так, к сожалению, у них не было ничего того, что мне нужно было. К сожалению. Ну, блин, ну такая срань. Тут так много всякого веселья. А я-то не могу всё подобрать. Вот поэтому я и не люблю такие РПГшки. Чувачок. Давай вот, ну, да иди сюда. Давай-давай, не сцы. Да не сцы нормально всё. И никакой облавой я тут не занимаюсь. Просто тупо мне повезло. И тебе, кстати, тоже. Бери любые предметы. Продаются недорого. Ну, прям совсем недорого. Ты серьёзно будешь цветочки собирать? Ну, прям реально, что ли? Цветочки? Да, может, вот эту штуку поднимешь. Только она продаётся. Она просто так не берётся. Не зря же я тут себе перевал устроил. О, смотри, какая херня прикольная. Ну-ка, на-ка, чё это такое? Неужели тут деревня ещё рядом есть? Серьёзно? Да нет. Так это деревня. Понимаю. То есть я у вас перед носом тут ещё переубивал всех, да? Ну, блин, ладно. Короче, мы тратим время на хер пойми что. Вот так вот всегда. Вот в такие игры нельзя так играть. Опа-ча, опа-ча. Надеюсь, у меня сундук не полнен, точнее место. О, замечательно. Так, идём к этому чуваку. Ну, хотя бы одну миссию должны это выполнить. Хотя бы одну. Как в эту игру играть? Тут всё очень весело и прикольно. Так, подожди. Нужно спуститься. Да, я всё правильно ходил. Чё, чё, чё? Слава богу, я не получил урона. Так, ну ладно. Ну, тихо, господи. Шесть из пяти, кстати, тем временем. Как вот эту штуку активировать? Очень интересная тема, на самом деле. Так, ладно. Тут у меня... Да, у меня тут всё сломано. Замечательно. Кстати, теперь я туда не поднимусь так легко. К сожалению. Это наверняка что-нибудь новенькое заспавнилось. Это, блин. Ладно. Идём к этому пацану. Здорово, мамонт. Как твоё мамонтское ничего? Ещё не выбрал? Да-да, я с тобой поговорю. Прекрасно. Я как раз-таки закончил твой новый мешок. Отлично. Следующий... Следующий будет ещё лучше. Маленький человек, найди сферы инхнитов 25 штук. И он твой. Придётся... Придётся их как следует поискать. Но, судя по этому мешку, дело того стоит. Да ладно. Это улучшение меш... Подожди. Где это посмотреть? Я это должен скрафтить или что? Нециклопедия снаряжения. Где мешок? То он у меня сразу появился. Типа вот это вот всё, да? Это всё моё? Вы точно? Да? Так, подожди. Только не говорите то, что у меня типа места не хватило и мешок у меня просрался. Окей, хорошо. Допустим, у нас мешок теперь больше стал. Ну, мы больше можем лутаться. Давайте вернёмся на то самое место. Я надеюсь, ничего ещё не исчезло. Опять же. Кстати, мы там ещё не проходили. Но там, мне кажется, то, что это будет другая страна. Так что я думаю, нормально всё. Так, ну тогда окей. Если это мешок, то это очень крутая тема. Я-то думал то, что это просто какой-то квест. Херня какая-то. Но всё оказалось куда лучше, чем я думал. Ну, тогда всё не просто так было. Так, ладно. А мне нужно направо, если что. Блин, они так рядом живут, эти крокодилы. Ну, крокодилы несложны. А теперь я понял, почему они тут ходят. Ой, крокодил, как тебе не повезло, за тобой идёт погоня. Так. Только скажите мне, что всё исчезло. Ну, не надо. Я ранимая душа, вообще-то. Ну, пипец, а. Ещё и никак проверить не смогу. Хотя смогу, наверное. Так, вот это вот сейчас, подожди, подожди, подожди. Это ответственное поручение. Никто не ожидает такой подставы. Вот прям вообще никто. Они даже не узнают, что я был тут рядом. Вот прям. Пару разиков. Пацаны, тихо. Вот просто чш-чш-чш. Тихо, тихо. Да залезь, дебил. Всё, валим, валим отсюда. Валим, валим. Какая же сраня. Так. Так, а вот этого чувачка я как... А, здоров, я тоже тебя рад видеть. Ну да, ну да. Ударим. Какая же срань. Как тебе ударить. Так, а съешь что-нибудь. Так, ну его легко достаточно убить. Только вот эту штуку нужно хер поставить. Так, ну его я как понял реально легко убить. Так что, думаю... Да ты заколебёшь. Как тебя глушит, собака? Так, ну в принципе, хпшки у меня много. Блин, какая же ты срань, блин, ещера как головая. У меня не хватает просто тупо времени на то, чтобы уйти от него. Смотри. У меня персонаж не хочет к нему идти. Я тебе поплююсь, собака. Ну прыгни к нему, прыгни. Управление, блин, на уровне... Его, его, фаня. Так, окей, отходим. Потерпус. Да как ты так быстро-то атаки делаешь? Я тебе дам, собака. Ну не иди туда. Уйди отсюда. Твои вещи все в итоге по херне пойдут. Я тебе отвечаю. Так, не, надо ещё съесть херню. Блин, без лука действительно сложно. Ой, господи, какая же... Какая же срань. Как же больно. Иди сюда, чувак. Иди сюда. Иди ближе. Иди ближе. Так, давай ещё одну атаку. Кого ты сюда пришёл? На меня ещё вечерец это напало. Блин, крокодил, уйди отсюда. Вообще не до тебя, крокодил, блин. Так, я понял. Ну, это собаки, блин. Надо им тут облаву устроить. Так, крокодил. Слушай, а знаешь, что можно сделать? Можно сделать так, чтобы вот эта вот херня ударила крокодил. Тихо. А, во, как родила прошло. Всё замечательно. Но крокодил сразу же переагрился. Так, ладно, давайте тогда этому чувака забыли. Ну, они не будут атаковать друг друга? Серьёзно? Ну, ладно. Так, крокодил застилил. Вот сволочь. Крокодил, уйди. Ну, ты мне не интересен вообще никак. Крокодил. Слушай, чувак. А вот тут для тебя есть ответственное просто поручение. Я тебе отвечаю. Очень ответственное. Вот, удари этого крокодила. Либо крокодил пусть тебя ударит, я не знаю. Так, ладно. Видимо, крокодил вообще упёрт и наглухо. Хорошо, давайте тогда просто попробуем это собрать. Да, у нас... Теперь мешочек у нас нормальный. Уйди отсюда. Не до тебя вообще. Вообще никак не до тебя. Всё, пока. Да-да-да, до скорых встреч. Увидимся ещё когда-нибудь, крокодилчик. Куда ты? Чего ты? Чего с этой камерой не так? Какое же это управление смачное? Так, мне срочно нужны стрелы. Это самая нужная вещь в этой игре, как по мне. Нет, у тебя стрелы, ты умираешь. Мне интересно, я только одну стрелу делаю? Из трёх валунов? Либо три стрелы? Так, валуна это самая нужная вещь и дровесина в этой игре. Как ни крути. Боёвка тут слишком ужасная, чтобы сражаться на мечах. Ну ладно, слишком неповоротливый, слишком неудобная гость, подя. Так, тут у нас были валуны. Да у кого есть валуны? Ну алё. Короче, ладно. Херов с вами, котятами. Чё мне надо? А чё я хотел? Подожди. Мне надо это, зелье дебильное сделать. И ну уже как бы время подходит к концу. А знаете чё? Мы можем пойти в какую-то пещеру. К ней прийти, попробую там чё-то взять и делать себе. Как вариант. Блин, жалко, что они не продают мне то, что мне нужно. Я бы выполнил, получается, два квеста. А сейчас я в итоге только взял какую-то херню, выполнил, блин. Обидно так-то. Осторожно, я спускаюсь, народ. Нет, кстати, всё под контролем. Да, нет, нормально всё. Кстати, здравствуйте. Однако, здравствуйте. И всё нормально, я же тебе говорю. Я умею лазить по этой херне. Не первый раз живу так-то. Ты бы видел вообще мой дом. Там вообще каждая херня падает. Так, народ, а... Кстати, прикольно, крокодильчики так живут. Хотя, я думаю, в другом месте они будут. А, ну, не важно. Может, крокодила убить. Ну, а вдруг... Давайте оправу реально устроим на них. Крокодильчик. А, здравствуй. А, лови прям в морду. Эть, а подожди. А, нет, так быстро. А, нет, так быстро. А, ты как... Так, нет, всё. Теперь надо его просто тупо за это забить сейчас. С крокодильчиком достаточно легко справиться, если честно. Так, ладно. Пока просто передохнем. И просто бьём сейчас пока... КОРОДИЛЬЧИКУ! Да ты сволочь! Я пытался убежать. Так, давай, крокодильчик. Хотя просто два удара... Три удара. И я очень жадный. Я очень жадный, сразу говорю. О, ты мне хочешь помочь? Неужели ты мне хочешь помочь? Или ты хочешь запечатлеть мои подвиги? Перед народом. Нет, ты просто так решил пройти. Спасибо за помощь, собака. Так, нет, подожди. Не-не-не-не-не-не. Ты это видел? Ты это заснял? Я ну ты видел? Я обычный человек завалил. Да, я мощный. Я мощный. Всё, ты прям не подумал. Так. Мне вот что-то ты вообще херово всё собрал. Жетон собирателя. Блин, какая же срань. Эх, ну мне теперь надо поесть. О, летится здорово. Ты, кстати, видел это? Чё, после этого всего дерьма я тебе кажусь слабым и немощным? Ха, я завалил крокодила. Я завалил ящерицу. Да я вообще красавец, я молодец. Так, только надо ещё завалить ещё вот эту вот херню. Бегущую. Ты их убил? О-о-о-о. Ну, чувак, я за тебя болею. Я за тебя болею. Ты мне точно так же не помог, и я тебе точно так же не помогу. Чё такое, мох? О, чувак, ты нашёл мох, какой ты крутой. Заметь, я за тебя болею. Я серьёзно за тебя болею. Да подожди, сражайся с ним. Мне на самом деле не важно, кто из вас погибнет. Его оба очень для меня важны. Важны друзья, так сказать. Я серьёзно. Я не шучу. Кстати, шишечка. Это тоже очень прикольное. Так, ну это битва каких-то титанов. Один удар ему нанеси. Ну что ты как неродной-то, я не понимаю. Я лучше бы на тебя охоту устроил. Вот лучше бы подружился с лисицами и с этим. О, какой ты красавец. Какой ты молодец. Да-да-да-да-да-да. Эх, блин, как хорошо, что я дружу с такими пацанами крутыми. Сразу видно, мы друг оля века. Он мне помогает, я ему помогаю, мы друг другу помогаем. Кстати, чувак, ты знал то, что там ещё один? Не, не хочешь его бить уже? А зря. О, там их двое, чувак. Зря ты туда идёшь. Это твоя самая большая ошибка, я тебе серьёзно говорю. Ух ты, господи, а там ещё одна херня. Как мне нравится этот мир. Слушай, он такой прикольный. Слушай, чувак, тут как бы как ни крути, но ты умираешь. Я не думаю, что ты выживешь, честно. Кстати, тогда можно сделать вот такую тему. Блин, уже время прошло. Ты куда убегаешь, в смысле? Не ешь мою еду, она моя. Чего? Так, он его убил и походу залутал. Но с ними я не хочу сражаться, у меня мало стрел. Чувак, ты в опасности. Беги, беги, окаянный, беги. Они тебя преследуют. Они не хотят тебя отпускать, что мне делать? Что мне делать в данной ситуации? Тут веточка. Я болею за тебя. Какая несправедливость. А, ну брысь отсюда! Второй, помоги ему! Алло, помоги! Помоги своему товарищу! Так, это уже не смешно. Тут чё-то дело пахнет жареным. А, не смотрел, он в итоге решил отвлечься. Это сволочь! Забил всё-таки! Моего друга Ля, моего самого лучшего друга. Так, знаете чё? Я тебе помогу. Давай, давай, хера чего? Хера чего? Спасибо тебе! Спасибо, чувак! Ты просто самый настоящий друг. Я тебе серьёзно говорю. Ты просто лучший. Чмоки-чмоки тебя. Я, конечно, его мог убить. Но я же не такая сволочь. Он мне столько лута просто дал. Просто спасибо тебе! Я прям, вот закончу прям около тебя. Ну, честно тебе говорю. Всё, ладно. На этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Комментируйте, рассказывайте друзьям. Ставьте колокольчик. Смотрите аннотации. Всем до скорых встреч. И всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok